Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение, с вами Рэйм и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды забираем. Два дня меня не было в игре, наверное меня опять сбросили. Сейчас посмотрим. Так, бесплатно. Что нам тут выпадет? Руквелл? Нет, это Кейси Джонс. Собственной персоной. Так, турнирная арена, смотрим ребят. Лига мастеров, 75 ранг, зашибись. Вот так вот меня сбросили, практически моментально. Ладно, я буду противостоять, само собой. Я не буду сдаваться на достигнутом. И сегодня наверное возьмем, ну попытаемся уж точно взять топчик. Плюс новое событие. Не знаю будем ли мы его проходить. Наверное будем. Или будем просто фармить, там посмотрим. Так, ракетки. К бою. Замечательно. Ну что, последняя у нас тут волна. Абсолютно ничего сложного здесь нету. Желательно бы нам наверное вот этого паренька в первую очередь отдубасить. Блин, Макман, ну ты вообще изи. Просто крутой чувак. Острозуба с удара вынес, прикинь. Ну-ка, Донни, добивай. Отлично. Здесь абсолютно, ребята, без каких-либо проблем разобрались. То есть событие у нас это пройдено. Сейчас заберем награду и пойдем искать нужные элементы. Конечно же, на кожеголового. Мы его будем докачивать, прокачивать, как говорится, по фулочке. Ну-ка. Что тебе там нужно? А нужно ему всего лишь 10 кружек вот таких вот. 10 кружек. Это, ребята, ерунда на самом деле. Уже 2 кружки есть. 3. 4. Здесь промашка. 5. 6. 7. Ну давай, давай, давай. Не жмись. Так, 8. 9. И последняя кружка. 10. Вот как-то так. До пятой ступени. Ну что, тут всего лишь 5 чеп-планшетов нужно. И все, и мы прокачаем до шестой степени, да? Ступени, точнее. Так, мы уже, по-моему, здесь выполнили все-таки задание. Остается поднять уровень персонажа, но я буду этим заниматься уже в конце, после того, как пройдем турнирную арену. В бой. Давай-ка попробуем найти... А, 17. Хотя вот, далее 17. 24. Странно. Ну что, Армагон. Пойдет у меня и Шреддер. Сегодня надо будет, наверное, всех отыграть, чтобы нам попасть именно на первое место. А может быть, кто-то еще даже и останется. Сейчас посмотрим, как пойдет у нас сам прогресс по улучшению. Так, постепенечко я смотрю на всех. Можно, наверное, просто вот так вот ракетами бомбануть. Ну и этот, естественно, от кровотечения погибнет. Ну что, идеальная победа. Я даже не играм мулечки не сомневался, поэтому продвигаемся дальше. Получаем 65-ю позицию. То есть, получается, 10 ступенек мы проскакиваем. Нужно 17. Поэтому сразу жесткие меры. Так. Слушай-ка, Ванюша, не подведи, пожалуйста. Красавчик. Я подумал, что, может быть, Бип-боп выживет все-таки. Но нет, ребят. Мы его пробили. Его толстую кожу, так сказать. Ну что, 65-я должна быть 55-я, по идее. Хм. 56-ю дали. То есть, это, получается, 9 ступенек мы всего пролетели. Вместо 10. Так, а подкатом у нас что? 28 штук. Маловато, друзья. Ну где вы там? Ё-моё. 17.24 я ищу. Ты посмотри, какие жуки, а? Вот. Ну что же, тут я, наверное, возьму крэнга. Так, Майки, подожди. Крэнга, Усаги. Вот мне интересно знать, хватит ли мне крэнга и Усаги. Усаги-то будет ходить первым, это однозначно. А вот насчет крэнга я что-то не уверен. Сейчас проверим. Так, козырный удар. Так, ну что, крэнг, бомби. Я на тебя надеюсь. Отлично, не подвел. Все у нас получилось. Ну что же, тогда двигаемся дальше. Должна быть, по идее, какая-то у нас 45-я, по-моему, да? Или 46-я. Одно из двух. Блин, 47-я. Да что ж вы все меньше и меньше мне даете кубков-то, эй. Так, не честно. Я хочу сегодня в топчик выйти, а они меня специально как будто удерживают здесь. Так, я возьму Бакстера и я возьму Леонардо. Раз, два, три. Бакстер и Лео. Ну, у Леонардо, естественно, инициатива будет больше, потому он ходит первым. Следом должен побежать Бакстер. Со смертельной волной, само собой. Ну-ка. Ну, постепенка его убьет. Тут даже не сомневаться. Можно было. Так, ну что, продвигаемся тогда далее, получается. С 47-го места переходим на 37-е. Ну, здесь вот уже 10 ступенек мы пролетели. 17-24 такое и есть. Возьму Макмана. Розар плюс Майки. Рафаэль и Донателло. Почему именно эту команду, ребят? Ну, чтобы их, по крайней мере, не пробили. Они, конечно, могут схлопотать. Но упасть навряд ли. То есть пробить не получится у врагов. Давай-ка я, наверное, пита начну колбасить, потому что это хиллер. Так, этот в инвиз. Точнее, уклонение повесил. Так, пошло торнадо. Замечательно. Так, берем теперь провокацию на нашего Рафаэльчика. Сюрикены. И остается Леонардо. Но это, ребят, не жилец. Сейчас Рафаэль контратаку сделает. И, соответственно, победа здесь за нами. Так, и смотрим, какое место у нас. Сейчас будет. 27-ое или 28-ое? 27-ое. Получается, еще два поединка чистыми нужно пробомбить. Даже три. Да, три поединка. Ну, что же. Придется теперь тратить откаты. Потому что не осталось у нас более-менее мощных, так сказать, бойцов, которые могут сами по себе постоять. Мало того, что за себя, так еще и за наших слабых персонажей, которых мы хотели бы взять с собой. Ну, и давай ракетами просто бомбанем, да и все. Все. Вопрос исчерпан. Двигаемся дальше. Так, семнадцатая позиция. Давай вот так вот возьмем. Раз. Два. Раз, два, три. Ну, уже уровень практически максимальный. Семьдесят девятый, семьдесят восьмой у наших врагов. Ну, соответственно, им не получится противостоять. Нашим самым мощным бойцам это Супер Шредеру и Армагону. Как ни крути. Один даже вообще сразу отдупился. По-моему, Микеланджело оригинал, да, там был? В отключке. Наша цель сегодня, ну, без всяких, ребят, компромиссов дойти до тупчика. Для того, чтобы, потому что... Ну, ребят, сегодня суббота. Завтра воскресенье. В понедельник у меня первая смена с утра. Буста не будет. И поиграть заранее я уже не смогу. Поэтому нужно будет все это делать вот за эти два дня. Понимаешь, да? Если я это не сделаю, соответственно, мы не получим с тобой платиновые осколки. А они нам нужны. Нам еще, я так почитал, по-моему, две недели. То есть вот эта вот неделя закончится и еще следующая. И вроде бы как накопим 400 осколков. Ну, е-мое, что ты делаешь? Я хотел вообще-то не это сделать. Вот это, ребят, я... Вот это я тупанул. Да. Я тупанул в том, что Армагон... Зачем ты сделал вот это вот, а? Блин. Я заговорился просто. И вместо того, чтобы сделать, ребята, удар ракетами, сделал просто укус. Ну, вот и все. И вот результат. Морзильную кошку сразу расколбасили. Так, ну что, мастер три звезды. Ранг у нас сотый. То есть у меня получится... Практически все откаты здесь потратить, чтобы взять топовое место. Потому что 10 боев как минимум надо будет сделать. Соответственно, умножаем на 2. И это получается 20 откатов. И я получил все, ребята. Я даже рекламу сегодня просмотрел, чтобы получить 10 откатов в копилочку. То есть больше я взять нигде не смогу. Ну, есть только, конечно, покупать. Но я собираюсь, знаешь, что сделать? Кстати, нам нужно купить телепорты. У нас, по-моему, достаточно количества долларов, чтобы потратить на телепорты. Сейчас глянем. Так, здесь мы пропускаем. Смотрим, сколько мы пролетаем ступенек. Да, ровно 10. Так, так, так. Где же мои телепорты? Вот они. Да, как раз... Опа. 583 телепорта. Я считаю, что это круто. Ну, у нас, по-моему, было, да? Где-то столько телепортов. И они очень быстро заканчиваются. Особенно, если ты... Попадается неделя такая именно для фарма. То ты там просто без остановки начинаешь фармить, фармить, фармить. А за одну попытку, да? Там уходит от 4, по-моему, до 10. От телепортов. Так что 358 или 400, это, знаешь, капля в море. Вроде бы много, а на самом деле ничего не значит. Пумс. Все. Там скелеты таки валяются. Ну, это серьезно. Это какое-то подземелье или темница. По-другому не назовешь. Ну что, с 90-го мы переходим на 79-е. Надо же, 11 ступенек пролетели. Вот это я понимаю. Опять же, все неизменно. Армагон, Супер Шреддер. Раз, два, три. Команду менять не буду. Ну, единственное, что можно, конечно, вместо Армагона взять Усаги или Лео. Ну, желательно тот, у кого есть массовая атака и тот, который по инициативе нам подходит. Вот в данной команде по инициативе подходит все. Потому что Супер Шреддер ходит первым, отнимает очень много здоровья и при этом еще есть возможность повесить постепенный урон. Армагон идет у нас как на добивку. И самое главное, что инициатива, ребят. Их никто не переплюнет. Именно на 80 уровне, а 80 уровень у наших противников в основном на высшей лиге, они никто не может переплюнуть. По-моему, только Майки. Вот этот Майки, да и то, да и то я не уверен. Если, конечно же, по нему Супер Шреддер не попадает, или его не уничтожает, то тогда да. Армагон будет ходить после Майки. Ну, а что он может сделать? Конечно же, он может сделать отхил Микеланджело, либо повесить уклонение. По мне, так, повесить уклонение это будет худший вариант из доступных. Понимаешь, да? Он вешает на себя уклонение. Причем на 80 уровне он у него фулл прокачанный, и мы начинаем мазать. Пока мы начинаем мазать, наших ребят начинают разбирать. Особенно вот таких вот 55 уровней и вплоть до 80. Поэтому я как бы в этом случае и избегаю именно отряда с Микеланджело. Ну что, мы возьмем сегодня? Ну да, еще бой и будет уже полтишок. Что не может не радовать. Так, давай. Раз. Два. Да-да-да, сегодня будет обязательно топчик, потому что я уже вижу по составу, сколько у нас состава будет команд и по откатам. Все у нас будет топ. Тем более мы уже практически на 50 месте. Я уже даже думаю, что после этого поединка 40 место даже может быть будет. А там уже, сам понимаешь, 4 боя и все. И мы на высшей ступеньке. На самом топчике. Давай посмотрим. А? Что я тебе говорил? 48 позиция. Так, не успокаиваемся. Бежим. Так, друзья мои, сегодня, ну, не знаю, будет ли на втором канале именно эта серия. В общем, финал Звездного Десанта. Прошел я эту игру. Рендерится пока у меня видосик. Но, судя по предыдущему, которое только, ребята, выложил на второй канал. Это предпоследняя у нас, получается, серия, да? Слишком долго он, короче, заливает на YouTube этот видос. Если он идет, например, в полтора часа, то где-то, не знаю, сутки, сутки он заливается. Не меньше. Точнее, он заливается, но именно в 2К расширение он сутки заливается. Можно смотреть, конечно, его в Full HD или там в 720. Но, сам поверь, для стратегии, тем более, где все очень маленькое, ну, как бы мелкие юниты, и это все будет расплываться. Так что, скорее всего, это будет завтра уже выложена серия, последняя. И буду переходить на какую-то другую игру. Во-первых, нужно будет пройти инсайт. До пройти. А во-вторых, у меня там есть... Пару игрушек. Которые, так скажем, надо до продолжить проходить. Что-то я не понял. А почему у меня вонюша-то не ходит, а? Странно. Или я опять прозевал вспышку, пока разговаривал. Ладно, в любом случае, сейчас 27-я позиция, наверное, будет, да? Окей. 8 откатов. Ну, у нас, получается, прямо вот тютелька в тютельку, точь в точь. Все, как распланировали, так у нас и должно выйти. Даже еще бойцы останутся у меня. И как раз посмотрим, хватит ли у нас мутагена для того, чтобы прокачать еще на один уровень нашего кожеголового. Погнали. И пиццу, кстати, надо будет глянуть. Если пиццы много останется, надо будет дальше искать, но хуже голового элементы. Вчера, друзья мои, не получилось две серии. Во-первых, по игре растения против зомби. Она не записалась. И также не записалась у меня по драконам всадники Олуха. Как я начал проходить события. Вот такие вот пироги. Так что вчера, ребята, должны быть видосы. Но их не было, потому что они не записались. Вот так вот. Что я тут ищу-то, е-мое. Я ищу Армагона. Ой, я супершрэдера. Раз, два, три. Погнали. Продолжение следует. Ну что, давай бомбанем. Окей. Так, и добивка, само собой. Все. Лежат и отдыхают. Так, вчера еще в хокерочку зашел. Во вторую, естественно. Что-то у меня до последнего, ребят, только ночью почему-то обновилась. Именно лига. То есть, начала заново. А до этого ни в какую. Не хотел. Я даже писал там в комментариях, Так, ой, ребят, у всех ли обновилась? Или это только у меня? Все почему-то промолчали. Раз, два, три. Погнали. Ну что, последний поединок, я так понимаю, сейчас у нас будет на арене. Давай, мочи. Мочи, супершрэдера. Да ну тебя. Что это? Детский удар ладошкой, я не знаю. Вот как надо. Армагон мощь, армагон сила. Ну что, и получается, что берем топовое место. Ведь так? Ведь так, и никак иначе. Все, ребята, с ареной на сегодня закончили. Сколько у нас? Опа, 32 тысячи мутагена. Конечно, нам хватит поднять уровень. Еще бы немножко, и он бы получил 79-й. Ну что, теперь забираем здесь награды. И заходим в испытания. Так. А что у нас тут? А, тут же космические черепашки. Поэтому как бы нет смысла. Вот негодники. Ну-ка, да и гляну хоть. Ну вот. Ого. 90-й уровень. Так-с. Интересно. Три волны, да, значит? И вот они, самые мощные. 90-й уровень, ребята. Не 80-й даже, а именно 90-й. Это серьезное сопротивление. Сейчас кого-то распишут. Ну-ка. Ураганчик. Ай-яй-яй-яй. Они уничтожат меня. Да. Ай-яй. Как всегда. Не хватило буквально вот одного удара по ним. Бомбим. Хотя надо было взять, наверное, провокацию все-таки. Так, вырубаем зэка. Теперь надо хана как-то гасить. Ну-ка, хан, давай сразу... Ой, магнус разбега. Отлично. Завалил. Берем провокацию на кожеголового. А этот состоит крыса, а? Балуется. Да хорош. Надо валить супостата. Отлично. Так, и крысиный король. Ну, лучше поджечь его, а? Жареный крысиный король. Все, ребята. Так, переходим на последнюю третью волну. Блин, знаешь, что самое обидное, что у нас здесь нет хила. Давай, наверное, я все-таки сделаю баф. Я не знаю, как он нам поможет здесь. Плюс провокацию. Мотогеноид меня... Ладно, все-таки давай Алапекс добьем. Так. Отлично. Мотогеноид упал. Двойная атака. Ну-ка. Раз. Два. Пицелицы упал. Теперь попробуем Крипа. Замечательно. И добивка. Все прекрасно, кроме одного, что мы потеряли нашего бойца. А именно сплинтера. Но он был 71 уровня, поэтому, друзья, мы его так быстро разобрали. Конечно, обидно. Снаряжение негодники мы получили. Так, здесь я, наверное, сплинтера все-таки уберу. Попробуем в меньшинстве. Но зато, как говорится, будут все целые. От сплинтеров все равно в любом случае там не было никакого толку. Баф. Давай начали все-таки сделаем баф. Так, у нас контратака есть у обоих тут. Так, а этот дебафит нас. А ты посмотри. На тебе. Этот опять со своей стаи. Да ты запарил уже, а. Молодцы. Так, Ваня, я не позволю тебе. Опа. Все, уродили. Да ну, успокойся ты. Трындец, ребят. Кожеголовый. Имеет очень мало здоровья. Я даже не могу на него взять провокацию, потому что я знаю, что его завалят. Плохо идти в бой командой, у которой нет, ребята, хила. Давай лапекс, наверное, вырубим. Кожеголовый, ну-ка. Ну, тут хорошо получилось. Так, последняя волна. Смотрим. Ох, ё. Армагона, конечно, нужно в первую очередь тут вырубать. Загасите вы уже его в конце-то концов. Так, плюс ракеты. Посмотри на этого Джастина, ватника. Так, а дальше-то кто? Наверное, Змейковьюн будет. Да, они тут все опасные, если честно. Минус Змейковьюн. Попробуем сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не до битушки, ребята. Выдержал удар. Выдержал удар. Молодец, красавчик. Железноголовый красавчик. Он все-таки выдержал две атаки от противника. И мы проходим. Фух. Никого не потеряв. Хотя я думал, что кожеголовым и все, ребята. Кранты. Ты видел, сколько у него ХП отцовалось? Просто чудом выжил. Ну что, последний, третий эпизод. Ай-яй-яй. Ох, е-мое, ребят. Ну тут 90-е уровни. Все 90-е уровни. Прикинь. Зэкхан, у них инициатива будет сейчас просто зашкаливать, ребят. Посмотри. Какую же голову накроет сейчас, да? А, вот так вот вы сделали. Ох. Больная тема вот эта вот. Шум дождя успокаивает мои нервы, друзья мои. Да чтоб тебя, хан, блин. Падай уже. А, вот так вот. А, вот так вот. Я вообще-то, на самом деле, я хотел взять, блин, провокацию, а не ракетами пулякать. Сейчас начнется. Контратака. Кожголовый. А, у него двойная атака. Блин. Да что ты. Правильно, у нас меткость, ребят, пониженная. Жасина в труху. Да. Да. Меткость нам понизили. Тхе. Вы серьезно сейчас? Блин, еще этот голодранец-скрип. Лезет, куда его, блин, не просят. Железноголовому крышка, да? Что-то мне подсказывает, что мы не пройдем. Этот этап. Ты не оборзел или два раза-то бомбить, а? Ну что, переходим на последнюю волну? Не знаю, ребят. Ну, вряд ли. Да что ты. Вот первый удар у него отличный, ребят. А второй, ну, вообще какой-то ни о чем. Все равно, ромагон надо вырубать. Не знаю, вон, этот удар. Чего? Ты прикинь, он сделал заморозку. Все, по-моему, нас тут расписали. Да, друзья. Просто разбомбили, даже не спросили. Да ты запарил уже, а? Крысиная ты, харя. Все, тут крышка. Ну, во-первых, друзья мои, мы в меньшинстве. Это раз. Во-вторых, у нас не все персонажи прокачаны были. Не все. Поэтому последнее событие я не смог взять. Так, что дальше? А дальше фарм остается, да? Так, а в фарме мы, по-моему... Твою налево. Космические странности. Седьмой эпизод. Ноутбук Дона. Так, это Микеланджело Космос. Это осколки. Опять осколки. 40 жетонов есть. И 3 доллара. Так, а следующее, что же я хотел... Так, ну-ка глянем сейчас. Тут у нас ничего нету. Следующее я хотел потратить на кожеголового в поисках нужных нам элементов, да? То есть, получается, 5 чеп-ланшетов. Ну, всю пиццу потратим, посмотрим, сколько. Так, один есть. Второй. Блин, горелый. Ну что, все, что ли? Планшеты кончились. Да, ребят, у них, по ходу дела, планшеты кончились. Ну, ладно. Два нашел. Остальное уже в следующих сериях. Ну что, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok